Всем привет! Привет-привет! Добро пожаловать на мой канал! Я такая принарядилась. Почему? Потому что едем в гости. Мы давно-давно не ездили в гости к этим милым людям, этих милых людей. Зовут Альвина, её мама Аллочка и муж... А мужа забыла, как зовут. Турецкое имя. Ну, неважно. Вы их знаете, вы с ними уже знакомы. Мы к ним ездим, ну, довольно часто, как получается. Ездим мы к ним, у них есть свой магазин кожи. Кожи и меха. Мы у них там были, я там покупала сумочку. Если кто не помнит, сейчас я вам эту сумочку покажу. Вот эта сумочка. Помните? Я покупала её у Альвины. И там ещё Таня покупала какую-то сумку. Но мы едем не за покупками, мы едем просто в гости. Но Таня планирует там снять видео. Я буду моделью, поэтому обязательно посмотрите на её канале. Мои примерки, разные одежды, сумок. В общем, мы вам всё покажем. Поехали с нами. А пока мы будем ехать, я вам предлагаю посмотреть видео, которое я снял с дрона Аниджати. Кусочек у меня, вы уже видели, был вставлен в начале видео, в некоторых видео в начале был, как заставочка. А сейчас я вам вставлю сюда полный кусок этого видео и наслаждайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И мне кажется, что я хочу всё Прям честное слово Хочу прям всё Всё, всё, всё Я такого огромного магазина И такого огромного выбора сумок Не видела Сейчас Таня снимет видео И подробно-подробно расскажет Какие есть модели А это Магазин кожи И меха Огромнейший Мне кажется, это самый большой магазин не кажется, я уверена, что это самый огромный магазин. И вот сейчас я разговаривала с Альвиной, и она говорит, что мы свою модель никогда в жизни не выставляем на улицу, потому что мы дорожим своим товаром, дорожим своим производством. Все это производится в Стамбуле, на фабрике, поэтому у них вот такие вот витрины, и на улице вот здесь вот ничего не выставляется. В отличие, ну вот например, вон там, видите, все на улице, все это машины проезжают, все это пылится, все это грязнится. Здесь, конечно, товар качественный, поэтому на улице он стоять не должен. И у меня, девочки, разбегаются глаза, мне все хочется померить и вам показать. Ну, увидите вы уже обязательно это у Тани. Представляете, вот эту всю гору, я перемерила. Вот эта вот мне штучка вообще очень понравилась. Прям вот я в восторге. И сейчас пойду еще вам покажу еще одну курточку, которая мне очень-очень понравилась. А все примерки вы посмотрите у Тани. Вот эта мне понравилась. Вот эту я мерила, а вот эта вот курточка. Тебе нравится? Тоненькая такая, мягенькая вообще. Мягенькая другая. Какая? Ну-ка, покажи, какая тебе нравится. Вот эта тебе понравилась, да? Да. Ну, мне тоже понравилась. Ну, мне под эту надо, чтобы твой папа мне машину купил. Мотоцикл? Можно. А у папы возьму покататься. Ну, какой у вас мотоцикл есть? Надо не сувалить. Почему? Это для мальчиков. Для мальчиков. Для мальчиков? Да. А как же нам? Лево-право? Девочки, думаешь, не катаются на мотоциклах? Мама каталась. Вот. Это для мотоциклов. Ну что? Катаются и девочки, и мальчики. Все катаются. Смотрите, вечереет, солнышко за горами скрывается. Все равно так красиво. тепло. Несмотря на то, что тут какой-то дождик срывался, какие-то капельки были прям. Все равно очень комфортно. Вот купальники, смотрите. Вот здесь лек. Все, что хочешь, здесь есть. А мы доехали до Кемера. Это сам город Кемера. Сейчас мы здесь поужинаем. У наших гостей, у наших друзей будет ифтар. Я уже дома. Слушайте, не могу не поделиться с вами впечатлениями. Мало того, что дома, уже даже с собакой погуляла. Не могу не поделиться своими впечатлениями. Во-первых, я пребываю в некотором шоке от того, что, как у нас погода такая разная. от Анталии до Генюк ехать полчаса на машине мы ехали. Ну, может, 35 минут. Потом мы из Генюка поехали еще в Кемер. И вот в Кемере капал дождь. От Генюка до Кемера минут 10, наверное. Капал дождик. И Таня такая расстроилась. Говорит, ой, у меня белье там на балконе висит. А как же дождь? Как же дождь? Мы приехали сюда ни капельки. Вообще просто ни капельки. А казалось бы, вот все рядом. Ну, понятно, что Кемера у него свой микроклимат. Там горы и тут же море. И у них всегда там в такую вот ранней весной, поздней осенью, не поздней даже осенью, во второй половине дня всегда накрапывает как там дождь. Бывает исключение? Конечно, конечно. Разумеется, бывают такие месяца, такие дни, такие года, когда в Кемере все-таки во второй половине дня дождь не идет. Но зачастую он там есть. Вот. Вообще отдыхающие уже пребывают. Ну, я видела, конечно, русскоговорящих, но большинство это иностранцы, в основном голландцы, голландцев, видела голландцев, да. И мы потом вот пошли в кафе, и они там сидят, разговаривают. В кафе, знаете, какой интересный такой момент, вот не первый раз мы недавно совсем ездили, есть котлеты, может, у Тани кто-то там смотрел видео, ели котлеты, и мой любимый салат пияс. Так вот, приехали в это кафе, у нас там был столик забронирован, сели, сидим, и все сидят, ждут. То есть полный зал, на улице все столики, значит, заняты, в общем, полная посадка, что называется, в ресторане, и все сидят, ждут. Рядом мечеть, значит, стали читать азан, и все стали кушать. Точно так же и здесь было, полный ресторан людей, все сидят, ждут, мечеть рядом, азан, и все начали кушать. Как только, значит, все это съели, все, мы уже уезжали, кафе было пустое, или там ресторан, как его называют, пустой, вот кроме тех голландцев, больше никого и не было. Вот такой, маленькая такая зарисовка из жизни Кемера. И я, конечно, еще, еще от чего я пребываю в шоке, девочки, вот сижу, и у меня перед глазами полки с сумками. Сумки моя слабость, вот правда вам говорю, когда я работала, у меня их было великое множество, и сейчас приехала к Альвине, мне это нравится, это нравится, а потом думаю, вот эту куплю, вот эту куплю, куда я с ней ходить буду, с собакой гулять, мне сумка не нужна, куда, ну куда я с ней ходить, ну вот куда. Короче, закончилось дело тем, что я просто посмотрела, подсокала языком, и на этом все дело закончилось. То же самое произошло и с магазином меха и кукожи и меха, вот у Альвины два магазина, один вот с сумками, другой, значит, с этим. Я там намерилась, вот девочки, как мне там нравятся, какие-то вещи вообще просто, некоторые, я просто в восторге. Другие вот как бы, на вешалке держишь эту модель, да, кажется, ой, вот это точно мое, на себя примеряешь? Нет, не мое. А другая какая-то вещь, висит какая-то неказистая, наверное, я бы на нее внимания не обратила бы, если бы Альвина мне не предложила бы ее померить. Я меряю отлично вообще, смотрится великолепно, стильно, красиво, и тоже там, например, и что мне еще, знаете, что мне понравилось? Мне понравилось, что, допустим, одна модель выполнена в разных цветах и смотрится по-разному. Вот если вы обратили внимание, у Тани на канале, я там мерила, а может у нее еще видео не вышло, ну, в общем, посмотрите, когда выйдет видео, посмотрите, я там мерила такое длинное черное пальто, оно мне очень понравилось, а оказывается, такое пальто есть еще и в таком, в благородно-золотисто-каком-то, коричневатом цвете, очень похоже, кстати, на цвет вот моего дивана, ну, вот что-то такое, только там немножко более в песочный цвет, вот, он так красиво смотрится, вот я его держу в руках, мне так нравится, она себя одела, и я в нем потерялась, то есть я себя там не вижу, а черный фон, в общем-то, так оттеняет, то есть надо, каждую вещь, надо, наверное, мерить на себя, или там, примерять, и как-то уже решать, что тебе купить, и мне очень там понравилась одна куртка, красная, такая тоненькая, ну, вот мое, выделка вообще изумительная, уж не говоря про зимние, вот там, шубы, зимние шубы, ну, вот, купила бы все, ну, куда, куда, куда в этом ходить, здесь в Анталии, а в России у меня есть и теплое пальто, и шуба, и висит там, дожидается, когда я ее приеду выгулить, но я ее и в России не выгуливала два года, просто не было такой погоды, чтобы эту шубу одеть, в общем, висит она у меня там, и лишние тут покупки мне как бы не нужны, что по ценам, ну, не знаю, там что-то, она говорит, от 100, что ли, а, сумки, да, сумки от 50 долларов, а кожа от 100 долларов, ну, не знаю, наверное, у меня хороший вкус, потому что все, что мне понравилось, начиналось от 500 долларов, я не знаю, девочки, дорого это или дешево, но вещи выполнены очень качественно, и что мне понравилось, огромный ассортимент, и сам магазин очень большой по площади, вот он прям большой, пришел туда, и вот там ходишь, как, не вот эти вот лавки, которые, вот знаете, на улице, такие, там, примерочная за шторкой, а вот такой, самоделочный, а вот такой, ну, магазин из таких добротных, и изделия там добротные, и качество мне тоже понравилось, в общем, кто будет там, обязательно, вот прям рекомендую, обязательно зайдите, посмотрите, примерите, что мы будем сейчас делать с Жукиным, Жосик, что мы сейчас с тобой будем делать, мы сейчас с Жукиным пойдем спать, ты кашу ел, ел кашу, кашу ел, гулял, все, нам спать пора, а с вами я увижусь уже в следующем видео, всем пока-пока,